Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами про крайне интересные и достаточно бюджетные Bluetooth наушники от Edifier, модель называется W800BT. Эта модель интересна тем, что во-первых, она стоит 2500 рублей, во-вторых, тем, что у нее время автономной работы составляет 55 часов, что на самом деле, ну, очень-очень крутой показатель, и второе, то, что за эти деньги мы еще вдобавок к хорошей автономности получаем и поддержку APTX, то есть за 2500, 55 часов плюс APTX, ну, это на самом деле, действительно, очень-очень достойно. Начнем с упаковки комплектации, поставляются наушники вот в такой вот красивой картонной упаковочке, и что самое интересное, внутри наушники лежат в такой пластиковой конструкции, которую надо, скажем так, открыть как книжку, чтобы получить доступ к самим наушникам. В комплекте у нас идет кабель USB Type-C для зарядки, обычный аудио 3,5-миллиметровый аудиокабель для подключения по проводу и руководство пользователя. И, наверное, прежде чем поговорить о дизайне, давайте сразу расскажу про кабели. Все дело в том, что, как и многие другие Bluetooth-наушники, эта модель не умеет одновременно и заряжаться, и работать по Bluetooth, то есть если мы подключаем кабель USB Type-C и заряжаем наушники, то они автоматически выключаются. И, так сказать, как дополнение, получается, при подключении по аудиопроводу у нас наушники автоматически переходят в режим работы по проводу, то есть Bluetooth-модуль тоже отключается, грубо говоря. И что самое интересное, получается, что одновременно можно подключить оба кабеля, и наушники будут заряжаться и работать в проводном режиме. То есть мы получим вместо беспроводных наушников такую, знаете, старую классическую схему, когда у нас из каждой чашки выходят по кабелю. Только в данном случае это один кабель для зарядки, другой аудиокабель. Но, собственно говоря, суть дела не меняет. Мы получаем полностью проводные наушники, у которых из обеих чашек выходят провода. Но, с другой стороны, это лучше, чем если бы нельзя было пользоваться наушниками в момент зарядки вообще. Ну и еще учтите, что при подключении по проводу у нас, естественно, наушники работают исключительно в режиме наушников, то есть не в режиме гарнитуры. И микрофон работать не будет, потому что там используется трехпиновое подключение. Но я думаю, это и так для всех очевидно. Теперь поговорим о внешнем виде, сборке и дизайне. Ну, если прям, конечно, совсем придираться, то при тщательном рассмотрении становятся видны вот эти вот огрехи сборки и состыковки деталей. Вот, например, на правой чашке две половинки, они стыкуются с такой заметной щелью. И если прям вглядываться, например, в пластик, то видно, что отличается немножко по цвету и фактуре, например, пластик на чашке и пластик на оголовье. Но, опять же, это если прям вот вдаваться в подробности, прям сидеть, сматривать, конечно, видно, что кнопочки пластиковые здесь тоже достаточно такие бюджетненькие. Но это если прям именно придираться. С другой стороны, за 2,5 тысячи рублей понятно, что ожидать прям супер-пупер качество, супер пластика и супер сборки, ну, это все-таки было бы слишком-слишком жестоко. Амбушюры у нас, не сказать, что прям очень толстые, но достаточно плотные и размеры таковы, что, в принципе, мои уши внутри практически полностью утопают. В плане эргономики у меня лично вопросов нет. Сверху у нас тоже достаточно мягкая подушечка, она большая. Но, конечно же, опять все у нас здесь пластиковое. И, наверное, единственное, к чему можно реально придраться, так это конструкции регулировки, ручной регулировки оголовья. Вот этот вот элемент, который обычно делают металлическим для того, чтобы, ну, как бы, грубо говоря, продлить до срок службы, здесь он сделан пластиковым. То есть, опять же, за 2,5 тысячи рублей мы получаем, как бы, полностью пластиковую конструкцию, не идеальную сборку, еще раз говорю, не идеальный подгон вот этих всех материалов. Но, вот эта модель, это тот самый случай, когда держишь в руках, начнешь рассматривать, вроде как-то не очень. Одеваешь на голову и понимаешь, что, блин, да придираться на самом деле не к чему. Эргономик это хорошее, на голове сидит хорошо. Мне лично нравится то, что даже в минимальном положении на мою голову одевается нормально. Но, если надо будет, буквально по одному делению щелкаем и все, размер идеальный. А, если вы помните, некоторые наушники на моей голове сидят, что вот в минимальном положении, я вот одеваю, у меня еще там палец или даже два умещается. Здесь такого нет. По управлению портом и кнопками все максимально просто. На правой чашке у нас есть большая кнопочка включения. Она моргает вот таким вот синим цветом, достаточно ярко. Если ночью у вас наушники вся где-то на виду, то лучше наушники ручную отключать, потому что стереот достаточно яркий. У нас есть две кнопочки для регулировки громкости и переключения треков. И по кнопкам-то, собственно говоря, все, потому что, ну, грубо говоря, никакого дополнительного функционала здесь нет. То есть, что еще регулирует, что еще тыкать, непонятно. У нас есть порт USB Type-C для зарядки. Это, на самом деле, очень круто. На мой личный взгляд, это прям шикарно. Гораздо лучше, чем microUSB, опять же, потому что у меня много всего работает USB Type-C. И многие мои знакомые тоже уже предпочитают использовать именно Type-C вместо старого архаичного, архаичного, кто мог подумать, в 21-м году, microUSB. И у нас есть обычный 3,5-миллиметровый аудиопор для подключения комплектного кабеля. Обратите внимание, если вы кабель этот потеряете, ничего страшного не произойдет, вы в любом магазине сможете купить совместимый. Потому что здесь 3,5-миллиметра, на той стороне 3,5-миллиметра, здесь трепина, там трепина. То есть, ничего уникального нет, кабель практически самый обычный. Если потеряете, ничего страшного не произойдет. Теперь о возможностях. Данные наушники поддерживают подключение по APTX. Конечно же, APTX HD было бы еще лучше, но за 2,5 тысячи даже APTX встречается еще достаточно редко. И умеют работать в проводном режиме, и, собственно говоря, все. То есть, никаких дальнейших развлечений здесь быть не может. Либо по Bluetooth, либо по кабелю. Подключили по кабелю, отключился Bluetooth. И, в принципе, казалось бы, больше ничего интересного нас не ждет. Но, на самом деле, эта модель поддерживается фирменным приложением Edifier. И там у нас есть, пусть и не очень много настроек, но все-таки хоть что-то есть. Например, у нас есть эквалайзер с несколькими предустановками. Когда вы включаете наушники, звучит, помимо стандартного, что там наушники включены, еще милый женский голос произносит предустановку эквалайзера, которая была выбрана. Например, там Rock, Classic или тому подобное. Так что, даже если вы, скажем так, выбрали свой любимый пресет эквалайзера, то потом не нужно его перенастраивать. Один раз задали, он будет работать и дальше, даже если наушники выключить или включить. С точки зрения качества звука ситуация, в принципе, вполне ожидаемая. Наушники звучат неплохо, есть басы, есть высокие частоты. Запас по громкости есть. Не могу сказать, что очень большой, но он есть, и все-таки неплохой. Но единственное, на максимальной громкости, конечно же, звук становится и балансным. Очень сильно выпучивает высокие частоты, появляется такая хорошая резкость. А басы, ну не скажу, что прям захлебываются, но все-таки звучание становится не настолько хорошее, как оно, как может выдавать эти наушники на более низкой громкости. Если же подключать компьютеры по старому Bluetooth без APTX, то, конечно же, чувствуется нехватка в детализации, в разрешении, в битрейте. А вот если подключаешь к смартфону с поддержкой APTX, то звук становится прям очень-очень неплохой. И в этом плане могу сказать, что если же вы подключаете компьютер, например, к ноутбуку, то звук будет самое то для просмотра какого-то простого кино или, например, YouTube, чтобы видео смотреть на своих любимых блогеров. В этом плане качества звука хватает. Но если хотите слушать музыку, все-таки рекомендую подключать к устройству, которое поддерживает APTX. Ну и теперь про вторую ключевую фишку. Это автономность. Дело в том, что производитель заявляет 55 часов работы от одного заряда. И на самом деле так оно и есть, потому что вот я сколько пользовался, так и не смог разрядить. И если смотреть динамику, то наушники разряжаются где-то на 1-2% в час. То есть чисто теоретически может быть выдержит даже чуть больше 50 часов. Но учитывая, что многие конкуренты, ну, хорошая цифра считается где-то в районе 30 часов, то 55 это практически в два раза больше. И за эти деньги, на самом деле, это действительно очень-очень круто. Это просто офигенно, потому что даже мои JBL, они когда были новыми, они работали, ну, где-то там, вот, опять же, в районе 30 часов. Здесь же из коробки мы получаем 55. Блин, ну, реально круто. Тестируем качество записи на гарнитуру Edifier W800+. Я сейчас нахожусь в помещении, говорю, не громко, не тихо. Скажем стандартную фразу. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел за чек погулять, принесли его домой. Оказался он живой. Теперь немножко послушаем тишину. Это были Defier W800+. Итак, что по итогу? Ну, конечно же, в плюсах у нас хорошая автономность, поддержка PTX, неплохое качество звука. Не могу сказать, что прям действительно очень крутое и может тягаться с наушниками там в два-три раза дороже. Нет, но для своих денег играет очень неплохо. В плюсах у нас то, что как бы есть поддержка фирменного программного обеспечения, можно настроить эквалайзер, простое управление, все вслепую, элементарно вообще воспринимается, настраивается прям без проблем. Кстати, я не сказал, но возможно для многих это очевидно. Наушники поддерживают до двух одновременных подключений. То есть можно подключить, например, к компьютеру и к телефону. Если по телефону поступает звонок, уж автоматически выводят вам звонок с телефона. Когда звонок прекращается, а играла при этом музыка, например, или там вы смотрели что-то на ютубчике с компьютера, то, естественно, наушники вернутся назад к компьютеру. Это значит в плюсах. В минусах, ну, из очевидного я могу назвать только все-таки полностью пластиковую конструкцию. С одной стороны, не могу предсказать, сколько эта конструкция проживет, потому что все-таки у более надежных конкурентов хотя бы вот этот вот элемент, это металлический, здесь же полностью и целиком пластик. С другой стороны, если, например, смотреть на моей JBL, на которой давно делал обзор, уже несколько лет их использую, там и аккумулятор сдох, и потрескался, чашка уже хуже стала держать, там поворотная конструкция, здесь конструкция не поворотная, поэтому как-то более вселяет надежду, что наушники дольше прослужат. Там вроде как они меньше места занимают, но так как все разбилось, все разболталось, то и на голове сидят уже не так уверенно, как вот эти вот новенькие Defier'ы. И вообще не могу сказать, что JBL при цене там в два раза выше, они прослужили прям принципиально много. То есть если вот эта модель прослужит пару-тройку лет без поломок, то в принципе все, вы считаете, что эти деньги оправдались, потому что JBL прослужили мне тоже где-то 2-3 года, а стоят в два раза дороже. То есть если бы тогда был выбор, я бы реально, наверное, посмотрел вот эти Defier'ы, потому что пусть они хоть и выглядят попроще, чем JBL'ки, но по крайней мере 55 часов АПТ-Х в принципе уже на голову выше, чем у JBL. Своё мнение, конечно же, не забудьте написать в комментариях, не забудьте при этом поставить лайк или дизлайк, если видео понравилось или не понравилось, соответственно, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, если хотите одними из первых узнать о выходе нового видео. Ну а у меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока!